Вы правильно сказали про общественный резонанс. То есть, если действительно вопиющая ситуация, людям нужно как-то консолидироваться и идти устраивать этот общественный резонанс. И тогда привлекут внимание к своей ситуации. Нет, не обязательно. Почему? Я думаю, это самое эффективное, как показывает практика. Смотрите, вы сейчас, наверное, имеете в виду консолидироваться и пойти... Вместе, дружно. Вот как Алексеевск. Это же возимело эффект. В этот же день было возбуждено уголовное дело. Ну, дело по Ленинскому было возбуждено раньше. По Ленинскому понятно. Ну, сколько вам прошло? Несколько лет? Сколько прошло, чтобы это возбудилось? И сколько писанина пришлось? Люди писали. Мы к нам обратились, мы подключились. И в день, когда мы провели там штурм, просто у нас есть определенная своя методика, почему-то по счастливому роковому стечению обстоятельств было аж два уголовных дела возбуждено. Там до этого, на этом адресе, вместо Бюро юридических услуг, была другая еще организация. Они же... То есть раньше тоже принимались решения об отказе, да? Все было как под копирку каждому. Там сотни пострадавших, и всем, как под копирку, были отказы в возбуждении уголовного дела. Вот получается, мы к чему приходим? Все равно нужно, чтобы обратили внимание, общественный резонанс. А для этого что нужно? Всеми собраться, мы людям подсказываем, чтобы они будут смотреть этот сюжет, нужно собраться, включить видеокамеру, вызвать сотрудников полиции, не дать никому покинуть место преступления в организации, где осуществляют вот такие мажорические действия, и там устанавливается личность. Нет, это не обязательно. Так, наверное, или не своевременно? Вы считаете, необходимо было у вас быть в 17-18 году? Я не буду брать 17-18 год, это непрофессионально. Почему не профессионально? с высшим юридическим образованием, с большим, огромным опытом. Вы как юридический... Я же не буду сейчас про своих коллег, про других говорить. Не надо, вы скажите свое мнение, мне не надо мнение ваших коллег. Вот, давайте, поемнее, тоже уголовное дело сейчас расследуется, это абсолютно правильно, что оно расследуется. И мне кажется, что нужно делать все максимум для того, чтобы это дело... Скажите, а перспективы вообще по данному делу какие? То есть сейчас еще, да, что я вам не сказал сейчас, надзор за расследование уголовного дела осуществляется с прокуратурой Центрального района, поскольку последние действия по обману граждан они проходили на Алексеевского. Вот те, которые... Касаемо тех дел, которые были соединивы на производство, да, по Железнодорожному, по Ленинскому, установили, что на Алексеевского последние действия они как бы завершили. Поэтому надзор им осуществляется. Но это буквально произошло недавно, месяц, может быть, назад. Перспективы этого дела... В суд оно попадет? Смотрите, у меня свое мнение есть на этот счет. Ну, поймите, я же... Во-первых, я сейчас не учителяю за ним надзор, вот. А во-вторых, ну, это будет здесь всем профессионально, по подкамеру, да, говорить о перспективах. Вообще, я говорю, что возбуждено совершенно правильно. Нужно доказывать, ну, мы просто задаем вам вопрос... Да, мы задаем вам вопрос, и вам важно наше мнение. Мы же не говорим, там, дайте оценку. Как думать, если подавляющее большинство постановлений об отказе отменен мною? Ну, я же еще раз вам хочу напомнить и подчеркнуть. Ну, они отказывались вами. Да, но они отказывались по моей жалобе. Кто отказывался? Вы отказывали. Постановление об отказе возбуждения волны Титова, Васильевна... Не, мы отказывали. Вы отказывали. Нет, мы отказывали вам от удовлетворения жалоб. Да, мы отказывали от удовлетворения жалоб. Вы отправляли материал мой на... Мы отправляли ваш материал на документную проверку. Надо проверку. Исключительно за того, что вы жаловались. Правильно я понимаю вас? Это в корне неверно. Объясню вам почему. Смотрите. Опять же, здесь важно понимать, что их очень много. Объем колоссальный. Я не защищаю, опять же, я просто рассказываю, как есть. Объем колоссальный. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела, к сожалению, по моему большому сожалению, так сложилось, не в первый же день поступает в прокуратуру Ленинского района. Хотя должны поступать в тот же день поступать в постановление. Соответственно, мы в дальнейшем запрашиваем материал проверки. К сожалению, не всегда сотрудники полиции, их тоже может быть громадный вал, но они нарушают эти положения ОПК, да, и присылают им их не в первый день. Примеряются они очень часто спустя какое-то время. Неделя, две недели бывает. После поступления материала у нас пять суток на отмену. Мы его отменяем. Очень часто бывает такое, что когда вы к нам обращаетесь, поставляют уже отменено, материал находится в производстве. И так не только по вам бывает. Таких куча ситуаций, поймите. Хорошо. Я понимаю, что вы, наверное, сами, скажем так, активны. Среди потерпевших. Там же не только вас дело, поймите. Там куча людей. И ситуации схожи, но разница. Меня возмущает то, что, поймите, что данная группировка, она работала с 16-го года. И дабы, если бы наши органы, я не буду подчеркивать какие, прокуратура или МВД, если бы они вовремя предприняли меры, то есть, возможно, в 18-е, 19-е, 20-е годы они бы не работали. И я бы туда не попал, и я бы тут не сидел бы у вас. Поймите, вопрос в чем. Что они просто-напросто 4 года вульгарно там работали, а уехали они оттуда, когда сами потерпевшие начали вызывать прессу. Пресса там была. Лично я там был с прессой. Приходила корреспондента моего. Была очень большая статья. Ноль внимания. Потом Ивлев Сергей приводил туда телевидение. Это все снималось на телевидении, показывало по всей Воронежской области. И потом они уже оттуда убежали, сколько у меня, 11-е, но они убежали на Алексеевска, 18. Понимаете? У меня вопрос, как вы можете прокомментировать то, что мое заявление было отказано 7 раз. Вот, по ней проводилось 7 раз. Вы имеете эту процессуальную проверку? Да, процессуальную проверку. То есть, я пишу участковому заявление, он пишет, что нет состава преступления. Я пишу прокуратуру жалобу, вы отказываете, отменяете его постановление, отправляете ему на дополнительную проверку. Он обратно там что-то делает, обратно выносит постановление. Такое происходило 7 раз. Я не пойму, в чем проблема. 7 раз в течение года материал гусали с прокуратуры в МВД, с прокуратуры в МВД. 7 раз. Что там было? Мы, по-моему, с вами уже поговорили. Мы обсудили это, что уголовное дело возможно, можно было возбудить там и раньше. Как вы считаете, намного раньше. То есть, гражданину пришлось убеждать прокурора 7 раз? Нет, вы сейчас неправильно. Как тогда понять? Нет, что значит убеждать прокурора? Ну, жалобы написали. Прокурор убеждает, прокурор видит материал. Ну, мы утрируем это все. Но дело в том, что под действием гражданина, понятно, что приходится убеждать. Почему прокуратура сама не усмотрела изначально? Вот мы о чем говорим. Не усмотрела, что убеждает. Признаки преступления, состава преступления. Преступления, мошеннические действия. Собственно, что решение суда не является обязательным? Вот мы уже, тут все основные люди, это которые пришли, уже судили с этой организацией. Какое решение суда? Решение суда. А, ну там практически у всех есть решение, они в пользу. И решение суда не выполняется. Это не является уже составом преступления? Вот это эфир, это. То, что не выполняется решение суда, не всегда не исполнит решение суда является самым преступлением, далеко не всегда. Но когда оно в массовом количестве. Посмотрите, сейчас же есть у гражданина Макарова, да? По-моему, у вас же тоже есть решение суда. Исполнительный лист. Есть спонтный лист выlehенок. То есть, то, что сейчас возбуждено уголовное дело, это же не является основанием для приставов перестать заниматься исполнительным производством. То есть эти процессы идут параллельно, и даже более того, тот факт, что вдруг сейчас на счетах у перфета появятся денежные средства, пристав, допустим, их взыщет и вернет на карту деньги, это не будет уже являться основанием для прекращения выловного дела, потому что мошеннические действия-то все равно были, а возвращение денег будет являться просто возмещением ущерба, причиненного, не более того. Просто тут с решением суда это немножко разное, решение суда и уголовное дело. Еще такой вопрос важный. Вот смотрите, в городе Воронеж очень много мошенников, огромное количество в сфере юридических услуг. Это не только вот эти Алексеевского. На самом деле, когда вот этот сюжет у нас вышел в нашем канале, ко мне обратилось по разным поводам разные люди, причем по одним конторам, по многу людей. Вот как со стороны прокуратуры, вот обращаются люди, им отказываются от возбуждения уголовного дела. Вы на контроле вообще по таким мошенникам, каким-то контроль осуществляете, без вмешательства СМИ, общественных организаций? Потому что никто абсолютно не возбуждает, и пока люди штурмом не возьмут, вот вы знаете просто я к чему? Придет все к тому, что люди будут вершить самосуд самостоятельно, будут брать какие-то предметы в руки, собираться и идти непосредственно в эти организации, дабы взять свои деньги, либо их наказать. Это неправомерно, это неправильно. Но у людей не останется выбора, если прокуратура, МВД, ну все наши органы не будут контролировать эти все, курировать. Звоночек поступил, написали одно, два, три обращения, да, понятно, там может быть один человек написать, там, ну недовольный клиент, всякое бывает. А когда это не один человек по району, значит, тогда здесь должен быть произведен звоночек и непосредственно обратить на это внимание. Вот по этому поводу прокуратура каким-то образом будет... Я просто, он звучал изначально, есть ли у нас контроль таких материалов, да, здесь речь даже не только про мошенников. Любой материал, я не буду там назвать наши ведомственные документы, там, да, их реквизиты, скажем так, ни к чему сейчас, но каждый материал процессуальной проверки, по которому поступило первое, более двух жалоб, и по которому два или три или более раза отменялись решения об отказе, состоит на контроле прокуратуры района. Каждая прокуратура, ну скажем, в нашем субъекте. Вы сами сказали три. Каждый. Каждый. Сколько было отказов по нашим вопросам? Норма, про которую я сейчас говорю, появилась несколько позже, она появилась как раз в девятнадцатом году, но суд, как бы не в этом, да, конечно, их было больше, а я же с вами был спорить, их действительно было больше. И где-то какие-то правоохранительные органы, возможно, недоработали, да, но мы будем говорить про это тогда, когда все-таки дело направят в суд, если это произойдет, да, можно... То есть вы не исключаете возможности, что дело не направится? Да я не знаю, я сейчас... Мы сейчас только что сказали, но если направят в суд, если дело... Слушайте, ну по делу, просто сейчас нет, я так говорю, чтобы мои слова не были восприняты неправильно, да, что я убеждаю всех теперь, что его направят обязательно. Конечно же, это дело, поскольку оно возбуждено, оно должно иметь судебную перспективу. Просто сейчас, насколько мне известно, там нет пока ни у кого статуса обвиняемого или прозреваемого, поэтому просто непрофессионально будет об этом говорить. А в чем вообще проблема, как минимум, сейчас подозреваемым сделать? Когда подозреваемый, можно и пойдем с первого же закрыть, правильно? Конечно, конечно. Вот, а вот скажите, в чем проблема подозреваемым сделать данные лица? Ну не ко мне, сейчас дело... Это к следователю, это к прокурору Центрального района, да? Не, не, к прокурору Центрального района, да? Да, говорит, доносительность. Я думаю, прокурор же тут может как бы со своей стороны принять какие-то определенные меры? Конечно, так вот типичная ситуация, когда прокурором были приняты меры для возбуждения уголовного дела. Я думаю, нам стоит, наверное, сходить в прокуратуру Центрального района и поинтересоваться прокурора. Может быть, все-таки это повлияет как-то... Скажите, а если вдруг вот люди действительно... Тут потерпеть нужно, я вам объясню, тут нужно потерпеть. Это быстро, к сожалению, такие дела в суде не получаются. Ну просто уже год уже как будет с мероприятием. Ну и год, да, поменьше. Ну там месяца 8, грубо говоря. Ну тем не менее, за 8 месяцев, представляете, они через 2 месяца открыли новое юридическое лицо и осуществлять ту же деятельность. Это к тому, что вы говорите про то, что нужно было бы... Если бы сразу там полиция, еще кто-то сразу бы все это пресекли за медикой. Как видите, возбуждается уголовное дело. Вот мы с вами говорим о том, что на Бахметьево опять предположительно, да, тем же лицами открыто... Ну так смотрите, они же осуществляют свою деятельность, вот допустим, закрылись они, переехали в другое место. Там уже буквально через 2 недели, через месяц максимум, появится новый потерпевший. Они обращаются и всем отказы шлют. Вот в этом плане мы говорим о своевременности, значит, и быстроты реакции со стороны правоохранительных органов, в том числе прокуратура. Смотрите, мы с вами проговорили, мы назвали, давайте запишу, надо бы не забыть, Бахметьево 1, да? Бахметьево 1, да, да, да. О-о-о, Авилон. О-о-о, Авилон, да. О-о-о, Авилон. Давайте я передам это сегодняшим коллегам, по-моему, советской прокуратуры. Вот уточним наш адрес, не наш, вдруг может быть он наш. Вы в настоящее время имеете какое-то отношение к матерям головного надела? Вы осуществляете надзоры, либо только центрально? Сейчас нет, буквально с данным времени. А до этого вы осуществляли, да? Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, вы осуществляли контроль? Вот, господин Пастухов, он фигурирует по всем организациям, понимаете? И он сейчас, вот, Алексеевского 17, вот, благодаря общественной организации, вот, которая сделала там максимально все качественно, все нормально, почему не сделали это сотрудникам ВД, куда прокуратура смотрит? Почему должна этим заниматься общественная организация? Почему сами потерпевшие уже пришли, там, все просто в отчаянии, уже готовы, там, вот, до того, что какие-то арматуры... На самом деле мы сдерживали людей, там могло бы для них совсем все печально казаться. Да никуда не задействовались. Я представляю. Я не знаю, как Никола, там, как Никола, там, ну, подставное лицо. Я уже сам проводил мероприятие, устанавливал, откуда он приехал. Он сам там с Азии приехал, родители не убили. Никола, кто лицо, на которое было оформлено. Да, вы же взрослый человек. Как видите, я владею этой ситуацией, как минимум. Вы молодцы, что владеете, но почему вовремя не предприняли меры прокурору? Смотрите, много вопросов задания. Можно приходить, точно отвечать? Смотрите, касаемо уголовного дела. Нами осуществлялся надзор, да, за ходом государственного расследования порядка, наверное, 6 месяцев. Потом в центральную прокуратуру он передан. Повторюсь еще раз, не из вредности, но я не могу сейчас вам... Как потерпевший, определенные вещи вы имеете право знать, обязаны их знать. Я вам это рассказал, но, к сожалению, это станет достоянием общественности. Опять же, это посмотрят те лица, которых вы называете, да, предполагаете, что... Тайно следствия и все остальное. Я действительно просто не могу вам это рассказать, поймите. Вы можете заявить, как радость следователь обозначения с материалами дела. Потому что его право отказало, да? Ну, справедливость ради того. Он осуществляет плотные взаимодействия со следователем. У нас было 8 ходатайс было направлено, 6 из них она удовлетворила. Поймите, не имею права рассказать вам, что расследование этим установлено, какие там проводятся следственные действия, оперативные мероприятия, просто не могу сейчас этого сделать. Вы сказали, что ранее можно было возбудить уголовное дело, правильно? Ну, и можно было в первый день возбудить, конечно, можно было. Ну, вот, что касается 17-18 годов, можно было возбудить уголовное дело по куколке на 11? Ну, когда эти лица работали, то же самое. У них одна и та же самая система, да? Я же вам ответил, можно было. Можно было возбудить в первый день после первого заявления. Все можно было. Скажите, пожалуйста, а кто за это ответил? Чья халатность? С чьей стороны? Со стороны прокуратуры, со стороны ДМВД. Почему? Скажите, пожалуйста, почему не возбудили в 17-м году данные, по данным материалам уголовное дело? Халатность в состав преступления, да, давайте, здесь существует... Это халатность. Я вижу здесь халатность. Смотрите, я вам приведу пример. Прокуратура Ленинского района... Я прошу прощения, Александр... Чтобы вам ответить, объясните. Скажите, можно было возбудить в 17-м году? Вы это уже подтвердили. Его не возбудили. Я ответил, можно. Можно возбудить любое заявление, получать и возбуждать сразу его дело. Возможно, возбудить что угодно сразу. Нет, ну когда одно, когда пришел человек, один говорит, у меня, меня обманули, передо мной не выполнили обязательства. Вопроса нет. Это там может какой-то клиент капризный, может там это гражданско-правовые отношения, да. Ну когда их прошел 20 человек, неужели здесь нет состава преступления? Смотрите, я могу сказать... А есть правые 36, там занимался Сергей. Сергей, который сейчас в настоящее время, по-моему, преподает в Академии МВД. Он то же самое, как я собирал, 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 собирал. Вот, завалил прокуратуру жалобами всем, бегал, бегал, а потом в концовочке устал, он руки опустил и говорит, и перестал. Почему в тот момент не возбудили уголовное дело? Почему? Он приносил вот такие списки коллективных заявлений по 20-30 человек. Почему тогда не возбудили? Это был 17-й год. Могу отвечать? Да. Смотрите. Отвечу вот так. Ежегодно, ну в среднем, каждый год эта цифра немножко меняется. Вот конкретно говорит про Ленинский район. Прокуратура Ленинского района порядка 100 преступлений восстанавливается на учет. Ну плюс-минус, там, когда-то больше, когда-то меньше. Восстановить на учет, ну это вот как в данном случае, когда сотрудники полиции отказываются в возбуждении уголовного дела, мы отменяем это постановление, после этого уголовное дело возбуждается. Ну плюс-минус, еще раз повторюсь, 100 таких случаев за год. То есть по такой логике каждый год по 100 халатностей происходит. Не каждый случай отказа в возбуждении уголовного дела можно называть халатностью, или как-то говорить, кто ответит. Я не знаю, кто ответит, что он это. Вы же сами сказали, что можно было бы возбудить в 17-м году. Почему не возбудили? Я вам еще раз. Вы меня спросили, можно было? Можно было. Можно было, по-любому заявлению, какое бы ни поступило, можно сразу. Почему не возбудили? Почему они действовали 4 года, пока уже сами потерпевшие начали бить колокола, уже начали пригодить? В этом надзоре в этой прокуратуре в 17-м году я не работал, я не могу вам просто даже, будет непрофессионально, просто отвечать. Какие тогда были заявления, что было в этих материалах, я же этого не знаю, потому что не видел. Понятно. Какие делам, по каким вообще вопросам, в пропоратуру району поступают жалобы, даже мониторить средства массовой информации. Ну, то есть, самое ключевое момент. Что вы не обратили внимания? Мы есть сотрудники полиции, кто угодно. Вот как раз вот такие вы правильно сказали про общественный резонанс. То есть, если действительно вопиющая ситуация, людям нужно как-то консолидироваться и идти устраивать этот общественный резонанс. И тогда привлекут внимание к своей ситуации. Нет, не обязательно. Почему? Я думаю, это самое эффективное, как показывает практика. Смотрите, вы сейчас, наверное, имеете в виду консолидироваться и пойти... Вместе, дружно. Вот как Алексеевск. Ну, это же возьмело эффект. В этот же день было возбуждено уголовное дело. Ну, дело по Ленинскому району было возбуждено раньше. По Ленинскому понятно. Но сколько вам прошло? Несколько лет? Сколько прошло, чтобы это возбудилось? И сколько писанина пришлось? Люди писали. Мы к нам обратились, мы подключились. И в день, когда мы провели там штурм, просто у нас есть определенная своя методика, почему-то по счастливому роковому стечению обстоятельств было аж два уголовных дела возбуждено. Там до этого, на этом адресе, вместо Бюро юридических услуг, была другая еще организация. Они же... То есть раньше тоже принимались решения об отказе, да? Все было как под копирку каждому. Там сотни пострадавших и всем как под копирку были отказы в возбуждении уголовного дела. Вот получается, мы к чему приходим? Все равно нужно, чтобы обратили внимание, общественный резонанс. А для этого что нужно? Всеми собраться, мы людям подсказываем, чтобы они будут смотреть этот сюжет, нужно собраться, включить видеокамеру, вызвать сотрудников полиции, не дать никому покинуть место преступления в организации, где осуществляют вот такие мажорические действия. И там устанавливается личность. Нет, не обязательно. Ну, по-практически получается так. Можно просто прийти на прием. В прокуратуру. В прокуратуру в доме. Ну вот такая ситуация была. Сколько времени понадобилось? Это долгий путь. Ну, были. Это реально долгий путь. А быстрый путь, общественный резонанс. Смотрите, ну я же не буду рассказывать. Долгий, быстрый. У вас свое мнение сложилось. Но мы судим по практике. Мы же не разговоров, а по практике. Вот практика какая? Если ты хочешь возбудить уголовное дело, нужно столько потратить времени, бумаги, нервов и походов в прокуратуру, чтобы возбудили уголовное дело. И то благодаря упорству Николая. Его бы не возбудили. Его просто настойчивость и упорство. Это по перфекте. А вот здесь результат следующий. Если бы мы не сделали вот этот общественный резонанс, то же самое было бы абсолютно и там. Это мы показываем как раз, вот как у нас работают органы. Когда привлекают внимание, где-то глаз замылился или еще. Вот я почему и спрашиваю, как можно сделать так, чтобы не подключалась общественность, и вот люди не собираются. Вы же понимаете, что в таких ситуациях, в стрессовых, люди могут повести себя, ну немножко, мягко скажем, противозаконно. Прямо там же покалечить этих людей. Это новые преступления, благодаря тому, что надзорные органы и там правоохранительные органы не осуществили своевременно, значит, не возбудили уголовное дело. Причем общественный резонанс, он же был как бы дважды мирный. Была статья достаточно мирная в Воронежской газете. Потом был репортаж тоже достаточно мирный. Телевидение местного. Телевидение местного. Телевидение местного. Телевидение местного. Реакции не было. Любезная. Когда уже была потасовка, буквально свара и драка, тогда среагировали. Именно вот то, о чем мы говорили. Не буду ничего говорить про Куколкина. Я, по-моему, с вами очень подробные предметы поговорю. Просто с этими людьми они удерживали людей в подвалах. Представляете, там офисы у них тот же, кабинеты. Они удерживали людей в подвалах, чтобы те оплатили услуги, либо не расторгали договор. Они так себя, это мягко говоря по-хамски, максимум противозаконности вели. Женщин удерживали там, не давали позвонить даже. А за это их никто даже до сих пор не привлек. А если, я почувствую, если, если, вы говорите правда, то это уроды моральные. А есть потерпевшие? Безусловно, нужно добиваться того, чтобы люди были привлечены к ответственности. Бабушка сама не придет сюда. Опять не были слова неправильно поняты. Да мы вас прекрасно понимаем. Из профессиональных соображений. Нет сейчас обвиняемого процессуального статуса, никого этого нет. Поэтому просто я не могу так говорить. Нужно добиваться привлечения к лицам ответственности. Вот вы, кстати, когда были у меня на приеме последний раз, мы с вами разговаривали. Вы меня помните? Конечно, я помню вас. Мы же с вами говорили. Я думала, у вас так много людей, что вы меня не вспомнили. У нас много людей. Но ваша фамилия не дает себя забыть. Она не дает себя. Видите, как вот благодаря настойчивости Николая. Да я, кстати, очень много людей, которые к нам приходят, мы их всех помню. Потому что не везде сразу решается тот или иной вопрос. Поэтому у людей действительно помню. Так вот, когда вы были у меня последний раз на приеме, я же вам, по-моему, говорил, не по-моему, точно говорил, что раз вы, скажем так, консолидировали всех потерпевших или особо активных потерпевших в своих руках, то, может, вам нужно поплотнее, это просто как совет, поплотнее работать со следователем. Ну, это дело. Вот, чтобы эти люди приходили, потому что проблема даже их вызвать всех, чтобы они сейчас все пришли, чтобы следователь охватил это время. Я всегда в телефонном режиме, я всегда в телефонном режиме. Я же еще раз повторюсь, я заявил 8 ходатайств, 6 из них она удовлетворила. Это ходатайцы, которые помогут истребовать непривяжимые доказательства. То же самое я всегда на телефоне. Она мне звонит, что надо все списки у нее. Когда она мне что-то звонит, просит, я всегда дамероками за. Что мешает сделать подозреваемыми, скажите? Все поуказывают пальцем на конкретные лица. Что мешает сделать подозреваемыми? Смотри, когда мы сейчас мой надзор за расследу, наш надзор. Ну, у вас же был надзор. У вас был надзор. Вот как вы считаете, если бы у вас был сейчас этот материал, что мешало бы сделать подозреваемыми? Конкретные лица, на которых указывают. В том числе, самый главный пастухов. Там вообще неопровяжимые. Как организатор. По уголовному делу? Я вам не могу ответить. Но у вас полгода были материалы уголовного дела. Почему? Тогда были. Сейчас не знаю. Причин для этого есть. Какие? А, все, я понял. Ну, не могу, да. Поэтому, я все-таки, тут уже терпение набраться, понимаете? Я уже ни на что не надеюсь. С точки зрения тактики расследования, я так, скажем, безлично, не всегда правильно придавать лицу статус в первый, в пятый, в десятый день, даже в первые месяцы. Не всегда это правильно. Не, ну я понимаю, о чем вы говорите. Момент такой уточнить. Вот смотрите, по Бахмете Вадим мы сказали, да? Но дело в том, что их юридический адрес находился и находится на Среднемосковской 6А, это центральный район. Значит, они тоже какое-то время работали. По моей информации, мне на той неделе позвонили, сказали, что они там закрылись и на Бахмете Вадим, они продолжают работать. То есть у них два адреса было еще, Среднемосковской 6А и Бахмете Вадим. Но это юрлицо у АВИЛОН фактически сейчас находится на Бахмете Вадим, а зарегистрировано на Среднемосковской 6А. Люди, которые там заключили договор с 6А, они сейчас на Бахмете Вадим ходят и пытаются вернуть свои деньги. Они написали заявление в Центральный отдел полиции. Я к чему? Обратите внимание, прокуратура не только Советского района, но и Центрального по этим адресам, потому что они взаимосвязаны. Среднемосковская 6А. Они взаимосвязаны. Регистрация на одном адресе находится на другом адресе, но это одни и те жилица. Потому что заключили договор с кем-то на Среднемосковской 6А, с кем-то на Бахмете Вадим. Ну, в общем, нужно, чтобы они провели проверку так. Вы там были уже? Мы еще там не были. Мы там будем. Если мы не будем, мы там будем. Если мы там будем, я думаю, будет все то же самое, как на Алексеевском. Один день они закроются и все. Просто мы не могли ранее туда ходить. По одной причине. Пострадавших не было. Новое юрлицо. Какие претензии? Никаких. Они же этим и пользуются. Создаем новое юрлицо. Претензий никаких. Там же очень много сложностей. Еще даже не касаемо предварительного расследования, а касаемо материала про процессуальной проверки. Ведь они же, те, кто организовывают такие конторы, они же тоже люди не глупые. Да, все равно. Как бы это ни звучало. И они же не хранят у себя прям там документацию. У них там ничего нет. Компьютеры жесткие, диски чистятся. Более того, там все удаленно записывается, все хранится. На тех компьютерах, которые там изымали, вот это все это, там практически ничего не было. Поэтому понять можно всех потерпевших, мы всех это понимаем. Мы всех понимаем, но мы всем помочь не можем. Это вы сказали, это не я сказал. Просто единственное, при расследовании делом нужно разобраться терпевших. Вы не против, если мы ваше интервью выложим интернет, ютуб? Сейчас мое мнение имеет какое-то значение. Ну это из вежливости. Для нас это важно. Ваше мнение для нас очень важно. Вы не против, если мы будем. Просто вы достаточно открыты были и очень за это вам большое уважение. Мы на самом деле не то, что рассчитывали, мы ожидали просто, что будет возможно, будет какая-то другая реакция. Но я очень рад, что реакция абсолютно нормально, адекватная. Вы же пришли с проблемой. Проблема эта мне известна. Это, ну скажем так, одна из самых нашумевших проблем вообще на территории Ленинского района. Я сейчас не беру ваш штурм, да как это называть, это было не у нас. Это Ленинский. Поэтому эта проблема нам известна, действительно в ней нужно разбираться, доводить до конца, поэтому поговорить что-то об этом я не вижу никакой проблемы. Но читать про себя, что мы в чем-то там заинтересованы, кого-то отговариваем, это после той работы, которая... Нет, я такого не говорю. Это как минимум. Я вас акклевитал. Ну, вы сейчас спровоцирует меня ходить. Я не говорю, что вы меня клевитали. Я говорю о том, что... Видимо, наверное, скорее всего, неправильно вас понял. Просто обидно слышать. Алексей Владимирович, если я приведу таких потерпевших, как я, и 3-4 человека скажут, что действительно вы не только меня отговаривали, а их... Как это то? Вы тоже будете сопротивляться, что это все кримитально? Я не говорил, что это кримитально. Это сказали вы. Ну, это неправильно. Давайте другим. Никого ничего не говорим. Алексей Владимирович, вы так и не ответили. Вы не против, если мы выложим этот ролик в интернете? Ну, нет, не против. Хорошо. Спасибо. Спасибо за открытый прием. Спасибо. Хорошего вам. Ну, очень надеемся на сотрудничество, чтобы обратить внимание и Центральный, и Советский район прокурор. Конечно, к вам, к вам тогда, если вы узнаете, что где-то еще, может, быстрее узнаете, да, что где-то... На Ленинской территории появились схожие организации, да, тут сообщать, ну, конечно... Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ну, красиво снимаешь, что... Субтитры сделал DimaTorzok